Сейчас шуруповер зайчик подашь. Ты грамотно подошла. Сейчас я сначала просверлю. Зайчик, ты так грамотно подошла. Я очень грамотно подошла. Давай, что она подойдет. Спасибо. Так. Это алмазная коронка. Стоит около 5000. Это очень хорошая фирма. Вот здесь алмазы находятся. И бетон, монолит, кирпич вообще на раз режет. Даже арматуру перерезает в бетоне. Именно беру специальный диаметр 68, чтобы подрозетник туда прям плотно вошел и был как бы зажатый, чтобы не болтался. На 72 уже, конечно, болтаться будет. А он плотно заскочит и болтаться не будет. Поэтому как-то вот так. Круто. Мы все поняли. Нам это все пригодится. Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, нормально. Уровень? Угу. Что-то все. Ну, видишь, у тебя глаз алмаз. Так, ну что, мы тут продолжаем. Уже вставлять подрозетники. Валер поехал в магазин в Леруа за пеной, потому что нужно там все за подрозетниками обязательно пропенивать, чтобы зимой оттуда не дуло. Потому что были такие случаи, когда у людей из розеток дуло холодным воздухом. Поэтому во избежание такого нужно это все делать. Как обычно. Вот что убираю, что не убираю. Каждый день одно и то же. Выносим просто реально мешками и ведрами вот этот строительный мусор. Ну, по-другому никак. Что поделаешь? Так, я хочу сразу ответить на вопрос, который поступил под видео. Пишет девушка о том, что мы говорили, что ничего в этом доме сами делать не будем. На самом деле, вы, видимо, не смотрели прошлые ролики. На самом начальном этапе, как только мы начали строительство, я говорила о том, что многие работы, ну не многие, а некоторые работы мы возьмем в свои руки. Это такие как электрика, теплый пол. Потому что, ну, электрика это потому, что хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот, я уже это рассказывала и показывала. Вот. И теплый пол, потому что, ну, он просто не входит в стоимость комплекта дома. Поэтому мы будем это дополнительно сами делать. Потому что мы это делать умеем и знаем. Поэтому смысл нам платить за это деньги баснословные, когда можно это сделать два-три раза дешевле. Когда ты делаешь это сам. Поэтому остальное, конечно, все работают вот штукатурные, грязные работы. Да. Шпаклевка вот будет. Потом стяжка обязательно на полу будет после всего этого. Такая полусухая. Это все делают работники. Это все входит в стоимость дома. Вот. Естественно, всякие террасы, навесы, это уже не входит. И поэтому террасы какие-то, вот так вот, да, террасу мы будем делать это тоже сами. И, естественно, что еще будет? Это забор. То есть калитка, забор, подъемные автоматические ворота. Все это тоже входит в стоимость. Вот. Как-то так. Если есть какие-то вопросы, еще пишите, задавайте. Буду вот так периодически в видео вам отвечать. Ну, а сейчас отправляюсь, как обычно, с веником, с совком, с ведрами. Поехали Вилой Центр. А вот и пена прибыл из Леруа. Всякие губки, мешки мусорные. Так, а это грибочки. Мы их так называем. Ну, такие пластмассовые дюпель. Гвоздель, как правильно называется. Забивать пенополистирол к полу перед стяжкой. Вот только вот в Леруа понакупили. И купили сразу три канистры грунтовки. Потому что перед шпаклеванием нужно грунтовать стены. Вот так вот у нас все проходит. И дни, и вечера, и утро. Лечимся, бегаем между стройкой. Я от своих тортов на стройку. Со стройки опять с тортом. Что на кухню просто нужно приготовить, поесть. Вот такая вот у нас... Такие вот у нас будни. Что поделаешь? Вот у нас, знаете, как... Жаль, что заката не видно. У нас тут такой закат красивый. Друзья, всем привет. У нас второй день. И я уже приехала на стройку. Сейчас, Валяр, мусор вывезет и приедет. Сегодня у нас по плану заливка бетоном. Наконец-то террасы. Потому что уже ждем-ждем. Тут дожди были. Потому что сюда эта груша не проедет. Видите, земля. Он бы тут увяз бы и все, и встал бы. Поэтому мы вот так вот поддоны пока накидали и ходим. Но сегодня уже солнышко плюс 30. Дождя вроде не прогнозируется. Небо очень чистое. Ну вот как-то так. Сегодня будем заливать бетон. И сегодня у нас начинается раскладка уже батарей. Будем готовиться к отоплению. Сейчас будем под трубы. под эти краны. Будем резать вот тут стены. Получается, чтобы трубы были в стене. Чтобы не в пол, а в стены были. Краны уходили. Чтобы удобно было полы мыть. И все. И только из-за полов? Ну да. Чтобы пол не входило. Ну, кстати, ламинат, когда укладывать, это же легче, чем вырезать вот эти отверстия. Ну что, попробуем? Да. Тут сейчас будет жесть. Называется, Юля подоконники вытерла. Вот так выглядят вот эти штробы. Так, ждем грушу. Уже подъехала. Сейчас начнется. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маляр, что мы сделали, расскажи. Мы полили бетон водой и накрыли пленкой. В жару так нужно делать, чтобы влага не испарялась, иначе бетон полопается. И это полежит все у нас где-то сутки. Почему? Может двое суток лежать. Может двое, да. Потому что жарко очень на улице. Трое, трое суток у нас лежит. Вообще без разницы. Чем больше, тем лучше. Ну да. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это у нас второй слой пенополистирола перед тем, как укладывать теплые полы. В прошлом нашем доме, кто нас смотрит давно, прекрасно видели и знают, как мы делали эти полы, я рассказывала. И у меня также есть пост в инстаграм на эту тему, посвященный посту теплым полам. Такая система утепления полов позволит не только комфортно ходить по бетону в летние месяцы, а также в межсезонье обойтись без тапочек. Ну и, соответственно, экономия на потреблении газа и отоплении дома. Эта зима в Краснодаре уже себя показала во всей красе, поэтому мы не стали экспериментировать. Как говорится, запас карман не трет и решили утеплиться по полной программе. Собственно, мы раскладываем листы пенополистирола толщиной 5 сантиметров. И вот так вот я трансформируюсь из простой домохозяйки в строителя, в кавычках. Валера сверлит отверстие, а я забиваю вот эти дюбели, гвозди пластиковые, их называют еще грибочки. Поэтому все делается очень быстро, ну, собственно, как и сборка пазлов. Субтитры подогнал «Симон»! Работали мы до позднего-позднего вечера. Уехали со стройки практически в 11-м часу вечера уже. И сейчас я решила вставить вам кусочек видео, дальше не переключайтесь, как я собирала детский тортик на юбилей мальчику на десятилетие. Ну, если интересно, оставайтесь и посмотрите. На сегодня буду с вами прощаться, спасибо, что были с нами. Следите за нашей стройкой, подписывайтесь на инстаграм, на ютуб-канал. Мы с вами скоро увидимся, всем пока! У меня тортик будет для мальчика 10 лет. Такой вот красивый бирюзовый цвет. И будут вот такие вот топеры с надписями. Все это я создавала на компьютере сама, а потом распечатывала в кондитерском магазине. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok